Рекультивированные хвостохранилища Эльбрусского, Свинцова, Цинкового, Воротника и Урупского ГОКа Восстановлено более 60 гектаров. Построят фруктохранилища мощностью 10 тысяч тонн. В республике планируется увеличить производство яблок и груш до 22 тысяч тонн. Лучшие по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей в Индустриальном колледже продолжается оригинальный этап конкурса «Профессионалы». Появилась возможность повысить планку спортивных достижений. В станице Зеленчукска открылся новый спортивный зал «Харча». Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами Мурат Сентьюзов. В Москве состоялась рабочая встреча министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова и главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Руководитель региона проинформировал министра об итогах реализации национального проекта экология в Карачаево-Черкесии в период с 2021 по 2024 годы. Так, в рамках нацпроекта в республике рекультивировано хвостохранилище Эльбрусского свинцово-цинкового ротника и Урубского ГОКа, что помогло улучшить качество жизни и здоровья 42 тысяч человек и восстановить 61 гектар земель. Также благодаря нацпроекту регион обеспечен лесопожарной техникой практически на 100%. Глава региона рассказал и о досрочном завершении работ по капремонту берега укрепительных сооружений на реках Эшкакон, Малый Зеленчук, Тиберда. В Карачаево-Черкесии в 2024 году производство яблок и груш планируют увеличить до 22 тысяч тонн. За прошлый год в Карачаево-Черкесии собрали более 21 тысячи тонн фруктов и ягод. Учитывая темпы закладки многолетних плодовых насаждений и объем прогнозируемого урожая фруктов, возникает потребность в хранении выращенного урожая и, конечно, своевременной его реализации. Для этих целей осуществили ряд инвестиционных проектов по строительству фруктохранилища общей мощностью 80 тысяч тонн. В настоящее время площади холодильного оборудования для плодов и фруктов позволяют единовременно хранить почти 5 тысяч тонн продукции. В этом году планируется ввести в эксплуатацию хранилища мощностью 10 тысяч тонн. 800 килограммов толстолобика запустили в водоем в парке культуры отдыха «Зелёный остров Черкеска». Зарыбление искусственного пруда сохранит его от загрязнения и цветения воды. Подробности у Али Баташева. Олег Ясаулов приходит на «Зелёный остров» с удочкой, чтобы отдохнуть и протестировать воблеры собственного изготовления. Всю пойманную рыбу он отпускает. Рыбу я не беру, я её всю отпускаю. В наше время мало сейчас кто это делает. Многие этого не понимают. Особенно популяция рыбы сейчас у нас уменьшается. Надо думать о своих детях, о внуках, о будущем. Газель с контейнером, содержащим около 800 килограммов толстолобика, подъезжает к воде. Открывается крышка и рыба устремляется в водную стихию, в новую среду обитания. Зарыбление улучшит экосистему пруда на Зелёном острове, позволит избавиться от водорослей и осота, говорит заместитель директора парка культуры и отдыха «Зелёный остров» Наурус Байрамуков. Люди смело могут купаться, будут в чистой воде. Также она принесёт большую пользу нашим водоёмам и нашим протокам. И надеемся, что в этом году, уже буквально через месяц, как рыба адаптируется в нашем пруде, уже можно будет спокойно купаться без всяких проблем. Толстолобик нужен, потому что он будет очищать микрофлору. Будет меньше загазованность воды, вода будет чище, экологичнее. Для людей это только плюс, я считаю. Если зарыбят ещё не только толстолобиком, но чем-нибудь таким, типа окуня, судака, чтобы люди могли разнообразить свой отдых, так сказать. В ближайшее время в пруд будут выпущены белый амур, сазан и карп. Администрация парка убедительно просит рыбаков в течение года воздержаться от рыбной ловли на большом пруду Зелёного острова. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Отсутствие горячей воды в жилом доме как источник некоторых проблем горожан. Собственники квартир в одной из многоэтажек Черкеска в некомфортных условиях часто болеют. Однако обслуживающие организации и их чаяния, похоже, безразличны. Люди обратились за помощью в региональный народный фонд и редакцию Вести. Подробности в сюжете Артура Мхце. Житель Черкеска Виктор Веременник показывает, какова температура воды, которая поступала на Октябрьскую 346 всего день назад, явно ниже норматива в 60 градусов. Некоторые собственники квартир в этом доме из-за постоянных перепадов с горячим водоснабжением испытывают дискомфорт, куда чаще болеют дети. Ведь проблема не нова. Жители неоднократно пытались добиться от управляющей компанией и тепловых сетей приемлемой температуры воды. С 2017 года. Вот как эта управляющая стала работать здесь. Ничего не делается, понимаете. Как только сообщили, что будет комиссия, всё по закону, всё как положено, всё так она есть. Необходимая температура воды появилась лишь перед приходом межведомственной комиссии в составе регионального народного фронта и жилнадзора. Надолго ли? Потому что, как говорят горожане, они подобное проходили многократно. К сожалению, в общем-то, не исполнены те обязательства, которые на себя были взяты теплосетями и управляющей компанией. Поэтому сегодня у нас выездное заседание. Мы всё-таки пытаемся разобраться, кто со своей стороны, каждый из них должен какие шаги предпринять, чтобы вода была горячая постоянно, как это и положено. Размещенные в подвальном помещении приборы подтвердили, что сейчас показатели температуры воды на входе в дом соответствуют нормативам. Но ведь так должно быть не от случая к случаю, а постоянно. Замеры также были сделаны в квартирах жильцов. Около 47 градусов. Это очень мало, что может говорить и о плохой циркуляции воды по многоэтажке. Впрочем, по оценкам общественников и экспертов из жилнадзора, здесь есть недоработки как со стороны управляющей компанией, так и у тепловиков. Всё прекрасно знает. Космонавта ходит. Всё. Она снабжает весь этот микрорайон. Котельная работает в режиме в том, в котором рассчитано. И мы отчитываемся по этому Ростехнадзору. Стороны пообещали в ближайшее время устранить все недочёты по своим направлениям. Пока шли разбирательства по 346-му дому, рядом пристроились жильцы с соседней многоэтажки с аналогичной проблемой. Так как почти во все строения этого микрорайона горячая вода поступает в здание транзитом через котельную и центральный тепловой пункт, окончательное решение вопроса поможет значительно большему числу горожан. Артур Мкцелебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии продолжается оригинальный этап конкурса «Профессионалы». 22 направления для студентов и 11 для школьников. И как итог, десятки будущих квалифицированных специалистов для отечественных предприятий. Часть состязаний профмастерства проходят на территории Республиканского индустриально-технологического колледжа, где у ребят есть возможность применить на практике теоретические знания. В этих мастерских школьники определяют лучшего по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Работают студенты и с тяжелой техникой. Накануне состоялся общегородской праздничный Ифтар, организованной администрацией Республиканской столицы. Коллективный обряд разговения, как и в предыдущие годы, собрал за одним столом большое количество верующих. Не только из самого Черкеска, но и гостей города. Ахмат Халкечев продолжит. Разговевшись водой и финиками, как того и рекомендует сум на верующие, прежде чем приступить к трапезе, совершили джамагад намаз, который возглавил имам-черкеска Казимхаджи Качиев. Лидер мусульманской уммы Республиканской столицы поблагодарил руководство города за внимательное отношение к верующим. Также имам-черкеска отметил важность совершения благих дел именно в священный месяц Рамазан. Иншаллах, это будет во благо городу, и это сближает людей, это сближает людей друг с другом и с администрацией тоже. Когда вот администрация даёт знать, что он не чужой для своих граждан. Это очень приятно, алхамдулля. Гости мероприятия с удовлетворением отметили, что организация таких коллективных обрядов разговения от города в последние годы стала доброй традицией. Наша религия – это религия общины, чтобы все держались вместе. Повторяйте так, что не у каждого есть возможность полноценно открывать пост. Когда наш город, наша республика такие и вторые делает, очень много людей собираются, встречаются люди, которые друг друга, например, даже по выходным не видят. Встречаются родственники, друзья, знакомые. Это ещё один повод для радости. Вместе посидеть, открыть пост, обменяться чокными словами. Меню Ифтарного стало подобран с учётом того, что верующие в течение всего дня ничего не ели и не пили. Для начала были лёгкие блюда, далее угощение кавказской национальной кухне, ну а в завершении – фрукты и сладости. Ахмад Халкищев, Рина Бнуков, Вести Карачаева, Черкесия. Носители черкесского языка ещё раз убедились в красоте и силе родной речи в рамках фестиваля «Котнуть черкесского языка», который прошёл в столице республики. Более ста участников в своих выступлениях продемонстрировали зрителям певучую прелесть адыгского языка и убедили слушателей, что родное слово ещё живо, хотя и нуждается в поддержке. Фатима Даурова подробнее. Холл республиканской филармонии полон гостей и участников фестиваля «Енубзерабзесиадыгабзе», который приобщён ко дню черкесского языка и письменности. Студенты декоративно-прикладного искусства колледжа имени Аслана Даурова представили свои работы в тематической выставке, отображающей культурные традиции адыгов. Желающие имели возможность поближе познакомиться с древним искусством плетения ценова Карджен, которое демонстрировал молодой мастер. А рядом его коллега по цеху Дана Попшова заинтересовала юных черкешинок отточенной техникой золотого шитья. Ловкие пальчики золотошвейки умело перебирают шёлковые нитки, и на тканном холсте появляется рисунок – национальный черкесский орнамент, которым когда-то собственноручно украшали свои платья черкешинки-горянки. Золотое шитьё пошло от игол. Они шили платья, сумки. Получается национальное платье, да? Да, национальное платье. Там узоры они делали, орнаменты. А ты сказала, что двумя нитками делается? Да, двумя нитками. Можно и одной, можно и двумя. Но обычно делают двумя. А, понятно. Ну, получается, одна с изнаночной, да, с изнаночной, а вторая уже дёхлая? Да. Чёрную нитку абсолютно не видит. Очень интересная цель. Тем временем на сцене началось главное действо фестиваля. И в главной роли учащиеся разных школ носители черкесского языка. В программе театрализованные представления, выступления хоровых коллективов, ораторов и декламаторов, и, конечно же, танцевальные номера. Зритель был удостоен возможности насладиться звучанием родной речи в литературном формате. А театральные эпизоды с пародиями на современность в аспекте на проблему ассимиляции адыгского языка затронули один из самых главных вопросов, который сейчас волнует черкесскую общественность. Везде, где возможно, вот мы все общественные организации, и я в том числе, естественно, постоянно говорим, что нельзя терять свой родной язык, что это просто невозможно его терять. Нельзя. Язык, конечно, он не теряется. Теряют люди, которые не хотят его изучать. Это вообще предательство по отношению к своему народу. Когда ты на себе его останавливаешь, зная язык, не передаешь его своим детям. Ну, это просто, я считаю, огромный грех. Большая печаль в том, что мы теряем свой красивый родной язык. Родной язык изучается не для того, чтобы, скажем, просто его знать. Нужно в этом нести культуру, нести традиции народа. Надо передавать из поколения в поколение всё то хорошее, что мы переняли от своих предков. По мнению организаторов фестиваля, общественного движения ДКХС, Черкесский парламент, Карачаево-Черкесии, такие мероприятия во многом способствуют популяризации родного языка. И работа в этом направлении должна вестись непрерывно в целях сохранения этнической самобытности и культурного достояния народа. Фатима Дорова, Либастана, Вести, Карачаево-Черкесия. Новый спортивный зал Карача открылся в станице Зеленчукской. Вместе с тем у ребят появилась возможность заметно повысить планку своих спортивных достижений. Ранее школьникам Зеленчукской приходилось ездить в соседнюю станицу Старожевую, так как не было помещения для занятий спортом. Новое учреждение строили благодаря спонсорским вложениям населения. Здесь одновременно могут заниматься до 200 детей – зюдо, вольной и национальной борьбой. Спортивный зал оборудован всем необходимым. На торжественное открытие собрались жители, представители районной администрации и спортивного сообщества региона. Открытие спортзала Карача в станице знаменовалось еще одним событием – проведением первого республиканского юношеского турнира по вольной борьбе. На соревнования съехались более 300 борцов со всей Карачаевой Черкесии. Кстати сказать, скоро свои двери откроет еще один спортивный объект в станице Зеленчукской. По федеральной программе здесь строится большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Этот зал был очень нужен для подрастающего поколения, для того, чтобы они занимались, будь как борьбой, зудо или другими видами спорта, для того, чтобы наше подрастающее поколение развивалось как физически, так и духовно. Огромная благодарность всем спонсорам, тем, кто помог открыть, построить, наладить этот зал, для того, чтобы дети здесь занимались. Сегодня всемирный день водных ресурсов. Природа Карачаева Черкесии прекрасна с ее глубокими озерами, бурными реками и ошеломляющими водопадами. Сотни тысяч туристов со всех уголков России приезжают в нашу республику, чтобы полюбоваться уникальной красотой Карачаева Черкесии. Далее программа «Сила права» с Беллой Джозаевой. Тема очередного выпуска – итоги надзорной деятельности у Джигутинской межрайонной прокуратуры. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова